Женская реабилитация существенно отличается от мужской и требует особого подхода к формированию коллектива воспитанниц. Благодаря опыту многолетней работы коллективу Ростова без наркотиков удается в кратчайшие сроки наладить между воспитанницами разных возрастов теплые дружеские отношения, способствующие быстрой адаптации. Приехала с мамой в центр. В центре нахожусь 5 месяцев. Очень благодарна за то, что я здесь нахожусь, за то, что я снова верю в Бога и за то, что имею тоже шанс на возможность нормальной жизни. Полностью мировоззрение поменялось. То, что было до центра и вообще эти 20 лет моего употребления и, конечно, это страшно. Я не хочу больше возвращаться и буду делать все, чтобы дальше оставаться в трезвости, создавать семью, рожать детей. Приехала сюда издалека, с Урала, с города Нижнего Тагила. Пока я не докатилась до полного какого-то сумасшествия, до того, что я вообще не понимала, как мне дальше жить, как дальше двигаться, пока я не потеряла все возможности для существования, пока я не потеряла все те силы, которыми я обладала с детства, которые вложил меня Господь Бог. Но когда я все это потеряла, я поняла, что надо что-то делать. Если, допустим, большинство здесь сидящих это привезли родственники и родители, она сама по интернету нашла нас, она вышла на телефон доверия, она позвонила. Люди сами не хотят бросать, привозят родственники. В общем, взяли. Ну, вот она новость. Как показывает практика, мы здесь тоже это уже посмотрели, что пока нет желания, ничего не поможет. Человека важно замотивировать. Для девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, очень важна поддержка. Именно с этой целью в гости к воспитанницам реабилитационного центра прибыл известный российский рэпер Рома Жиган. Примерно понятно, с чем связан рэп и что любят рэперы. Вот. Особенно, когда они молодые, думают, что это болото им по колено. Как в одной из песен один рэпер сказал, я думал, что по колено, а было уже по горло. Дело в том, что в биографии этого исполнителя, помимо творческих и музыкальных страниц, есть и те, которые повествуют о зависимости и тюремном сроке. Я сам употреблял раньше наркотики. Слабые, легкие наркотики. Было очень их много в моей жизни. Слава Богу, я нашел себе силы побороть эту зависимость, побороть эту отраву, этого змея. Понимаете, в чем проблема молодых ребят? В том, что нас очень легко поймать на слабо. Ну, типа, знаете, да, вот это все. А тебе слабо? О, блин. Ну, вот тогда что ты с нами делаешь? В какой-то момент я получил 4 года колонии за то, что пошел на преступление. Опять же, все мои друзья, кто меня тогда окружал, они все плотно сидели на наркотиках. Прошу прощения за то, что все мои темы практически получаются какими-то наркотическими. Практически за руки спецназ выводит столичного рэп-исполнителя Алексея Долматова под псевдонимом ГУФ из ночного клуба Красноярска. Молодежную группу «Центр», чьим лидером и является молодой человек, наркополицейские совместно с общественной организацией «Антидилер» задержались сразу же после окончания концерта. Это сложно, бывает с наркотиками, и сейчас не так. Ну, то есть, сейчас чистый. Чтобы вы понимали, я 14 лет назад сказал стоп, стоп всему, что может причинить вред моему здоровью, что может причинить вред моей семье, моим близким, сегодня моим детям. Я 14 лет назад бросил курить и сигареты, и планы. Все, что мы тогда курили, все, что мы брали в руки и пробовали, я это все оставил. Я благодарен Богу за то, что на сегодняшний день у меня замечательная семья, у меня замечательная жена, у меня трое детей. Старшему 7 лет, младшенькому 4 годика. Доченьке 6 годиков. Однако, несмотря ни на что, певец нашел силы свернуть с неверной дорожки и продолжить заниматься любимым делом – записывать песни. В моем фильме «Баста сказал» Вася, он говорит, все думают, что в рэпе все курят планы, все такие крутые, много пишут, интересно. Он говорит, ни черта подобного. Еще один момент, что я под воздействием препаратов не могу ничего писать. У меня исчезает конфликт какой-то, внутреннее напряжение. Я думал, что вот, растаманы, они курят травку, и у них там приходят. У меня вообще ничего не приходило. Мне как было кутить, мутить, двигаться, тасоваться. Больше пользы касаемо творчества не было никакой. Воспитанницы центра не только оставляют пагубные привычки, но и занимаются духовным самосовершенствованием. Принимают активное участие в церковной жизни. Программа реабилитации осуществляется с участием духовенства, врачей, психологов, педагогов. Большое спасибо, что вы приехали. Такие люди, я считаю, очень мотивируют на хороший, здоровый образ жизни и дают надежду на то, что жить можно действительно трезвым человеком, несмотря ни на что. Сотрудницы Женского реабилитационного центра участвуют в работе консультационных пунктов, посещении на дому девушек, страдающих наркотической и алкогольной зависимостями, показывая личным примером, что можно жить без наркотиков и вести социально активный образ жизни. Если мы каждый поставим перед собой цель, к которой мы будем идти, невзирая на все преграды, которые подстерегают нас на нашем пути, мы обязаны достичь своей цели. По вине разных удовольствий мы потеряли немало талантливых молодых ребят, но жизнь продолжается. И как прожить ее хорошо или по горло в дерьме, только наш выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok